В эфире новости из Венгрии на телеканале М1 и я их ведущая Дарья Фоменко. Здравствуйте, коротко о главных событиях дня. В рамках программы Hungary Help стартуют новые благотворительные миссии. В Ираке венгерское правительство поддерживает возвращение домой езидов, преследуемых джихадистами. В украинском городе Херсон, пострадавшем от гражданской войны, Венгрия поможет построить семейный кризисный центр. «Мы многое пережили. Четыре дня подряд мы шли по пустыне, но только ночью, чтобы не попасть под обстрел». Вспоминает эта представительница народности езиды о том, как пять лет назад она с детьми спасалась от джихадистов. За несколько дней террористы исламского государства уничтожили несколько тысяч человек. Кому удалось спастись, сейчас пытаются найти убежище в других странах. В рамках программы «Hungary Helps» венгерское государство потратило около 200 миллионов форентов, чтобы помочь национальному меньшинству езидов остаться на родине, а беженцам вернуться домой. Большую часть этих средств потратят при помощи экуменической службы помощи. В частности, планируется построить детский дом и жилые дома, а также восстановить миграционный лагерь в курдском селении Ханг. По словам ответственного госсекретаря, помощь надо нести туда, где в ней нуждаются. «Они не ждут помощи ни от кого другого, только от венгерского правительства и программы «Hungary Helps», — подчеркнул госсекретарь. В рамках госпрограммы также планируется создание кризисного центра в городе Херсон на востоке Украины для помощи жертвам вооруженного конфликта. Программа «Hungary Helps» была запущена в 2017 году для помощи людям, гонимым из-за их религиозной принадлежности. До сих пор была оказана помощь в возвращении на родину более 50 тысяч человек. Число занятых продолжает увеличиваться. С мая по июль более 4,5 миллионов человек трудоустроены. В Венгрии никогда не было так много работающих граждан. Более 70% людей трудоспособного возраста находят работу, и всё больше, в частном секторе. На этом столичном заводе специалисты проверяют работу прибора для медицинской лаборатории. Устройство, позволяющее быстро и точно диагностировать множество заболеваний, разработали здесь, и оно используется практически во всех странах мира. «Мы всё время внедряем инновации, поэтому для выхода устройства на рынок и для создания новой производственной линии мы постоянно ищем новых работников», – заявил директор по развитию. Компания старается платить более высокую зарплату, чем конкуренты. Так она добилась увеличения штата сотрудников за несколько лет вдвое. По всей Венгрии растёт число занятых, говорит статистика. «С момента смены режима в Венгрии никогда не работало столько людей, как сейчас», – считает министр финансов, который говорит о том, что за прошлый год рост занятости в Венгрии был одним из самых динамичных в Евросоюзе. Министр также отметил, что вместе с ростом занятости становится всё труднее найти квалифицированную рабочую силу. «Мы предпринимаем шаги в двух направлениях. С одной стороны, реформированием системы профобучения. Мы делаем рынок рабочей силы более ориентированным на нужды экономики. Мы видим положительные сдвиги. Сегодня тот, кто имеет специальность, может найти работу в Венгрии. С другой стороны, мы стараемся не упустить ни одной инвестиции из-за нехватки рабочей силы. Поэтому в тех областях, где есть нехватка специалистов, мы разрешаем временное использование иностранной рабочей силы», – сообщил министр. По данным статистики, полмиллиона трудоспособных граждан Венгрии, всё ещё не могут найти работу. С целью вовлечения их в экономику, правительство расширяет программу поддержки занятости на новые регионы. Население Земли постоянно растёт, а количество источников воды на планете не меняется. Именно на это обращают внимание организаторы третьего водного саммита, который пройдёт в Будапеште в с участием президента страны Яноша Адера. Главная тема этого года – предотвращение глобального водного кризиса и адаптация жизни к нехватке воды там, где остановить катастрофу уже невозможно. Сегодня водный кризис в той или иной форме присутствует во всех странах. Мгновения движения, полёта, изгиба тел запечатлены в работах современных художников-фотографов, представленных в галерее Манг в Сент-Эндре. Авторы фотографий пытались увыковечить движения мастеров современного танца во времени и пространстве. Выставку можно посетить до 25 сентября. 5 сентября открывается фестиваль «Урожай музыки». Главная тема фестиваля в городе Печь – народная музыка. В течение четырёх дней на улицах, площадях и даже во дворце пройдут концерты. Помимо этого, гостей ждут выставки, просмотры фильмов и другие сюрпризы. На этом у меня всё. Спасибо за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Я желаю вам всего доброго. До свидания.